всем привет вы на канале крипто комманс и сегодня будет очень интересное видео от into the cryptoverse вот если вы еще не подписаны на него кто понимает английский обязательно подпишитесь ссылку оставлю в описании ну а я для вас сегодня специально перевел его очень 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 полезное и интересное видео про макро перспективу так что не забудьте подписаться и на мой канал если вам нравится такой контент и поставить лайк и напишите в комментариях заходит ли вам такие видео перевода от бенджамина если заходят буду стараться делать их больше ну погнали смотреть видос от бенджамина всем привет спасибо что вы смотрите into the cryptoverse сегодня мы поговорим о том как bitcoin входит в свою новую эру если вам нравится такой контент подпишитесь обязательно на канал бенджамина я оставлю его в описании ну и поехали в этом видео мы будем смотреть на минимальные максимальные и средние цены биткоина за каждый год начиная с 2010 года и вот этот график который вы здесь видите вот эта желтая линия это средние цены за каждый год то есть если мы высчитаем среднюю цену учитывая каждый день не часовые не минутные свечи а только из дневных свечей закрытия и усредним их до одной точки за каждый год и потом соединим эти точки чтобы постараться определить максимально средние значения и многие из вас скажут ну и что там такого если такое усреднение не показывает нам множество отклонений но если вы хотите видеть отклонения то мы включаем еще вот эту штуку и здесь видите вот тут у нас более низкая точка поскольку это был год массивного бычьего рынка и вы видите 2013 и также 2011 также мы здесь видим что массивный бычий рынок это была перекупленная фаза так что вот бычий 2011 2013 и бычий 2017 годы где мы видим что средняя цена у нас ниже чем чем верхние вот эти выскакивающие штуки но теперь давайте посмотрим на минимальные цены за год это вот эта белая линия поскольку это тоже может нам рассказать очень много и мы об этом поговорим буквально через минуту и так белые точки и линия показывает нам минимальные значения цены биткоина за каждый год и мы видим что минимальные значения целом постоянно идут наверх и всего был один момент за историю биткоина если учитывать только среднегодичное изменение цены когда минимальная цена биткоина шла вниз с одного года до следующего года и это были 2014 и 15 год как вы видите минимальная цена уменьшалась вы можете сказать как это такое возможно поскольку 2017 году у нас тоже был биткоин по 20 тысяч долларов а потом он падал до трех с половиной но мы говорим здесь с вами только о минимальной цене за год и в 2017 году у нас тоже была цена биткоина которая была меньше тысячи долларов так что здесь мы смотрим только на минимальные цены за весь год и как вы видите это более-менее постоянно идущая тенденция наверх за исключением вот этого одного года 2014-2015 когда мы спускались как вы видите здесь также мы можем посмотреть на максимальные средние цены каждого года вот эта голубая линия и голубые точки отображают нам это вот мы здесь поднялись вверх потом спустились вниз поднялись вверх спустились вниз и таким образом у нас есть периоды экспансии и коррекций как вы видите из графика также мы можем это все увидеть в таблице ребята вот мы здесь видим что у нас минимальные максимальные средние цены вот такие вот и кто-то из вас может заметить и сказать но почему в 2020 году 5000 долларов ведь у нас была минимальная цена 3700 или 3600 но это у нас штука не про тени это только про дневные закрытия свечей так что не переживайте у нас под дневным закрытием всех свечей действительно была вот такая цена даже если вы бы использовали не дневные а часовые свечи но тоже не тень а их тело то там была бы цена 4800 или типа того так что это особо не изменит общий тренд но в целом вы здесь можете видеть что было всего несколько лет когда мы не шли наверх единственный год когда минимальная цена шла вниз это был 2015 по максимальным ценам у нас есть четыре года уменьшающихся значений вот мы видим что в 2013 была максимальная цена 1150 но в 2014 было 934 и в 2015 461 доллар соответственно два года здесь было понижающихся значений и также в 2017 было 19500 потом в 2018 17300 и в 2019 в районе 13000 долларов то есть тоже у нас было два понижающихся года но в 2020 там снова у нас максимальная цена была 17800 что означает что мы снова идем наверх и мы знаем что это так даже если цена сейчас пойдет вниз то мы смотрим в этой ячейке только на максимальные цены которая уже была и по средним значениям мы тоже здесь видим что есть такая тенденция и мы можем понимать что конечно среднее значение может измениться до конца года но вы можете считаться с тем что среднее значение тоже обычно увеличивается единственные моменты опять же это был 2014 2015 год когда средняя цена в два раза упала и с 2018 до 2019 среднее значение буквально на пару сотен долларов упала но в целом вы можете видеть что как хорошо bitcoin себя показывает в течение всего десятилетия и конечно будет более интересно и точно эту статистику посмотреть еще лет через пять куда все это нас приведет как видите мы начали все это с 17 центов 8 долларов 100 200 долларов 500 почти 4 тысячи 7 500 7 300 и сейчас мы 9 700 где же мы будем следующий год будет ли средняя цена выше 10 тысяч выше 15 тысяч выше 20 тысяч мы не знаем и так вот мы тут видим с вами эти зоны когда мы входим в экспоненциальный рост и также зоны коррекции медвежьих рынков показанные зелеными и красными стрелочками и как вы уже поняли мы сейчас находимся в стадии зарождения новой эры расцвета новой эры биткоина где у нас снова начинается очередная фаза экспансии на ближайшие два или три года два три или четыре года когда минимальные средние и максимальное значение цены должны более менее вероятно идти наверх очевидно я не могу сказать что они идут наверх каждый год но глядя на более глобальную макро картину течение нескольких следующих лет я практически уверен что мы увидим эту фазу экспансии исходя из средних минимальных и максимальных значений цены биткоина мы можем также спроектировать вперед что скорее всего у нас пройдет эта фаза экспоненциального роста и мы войдем в очередную фазу коррекции медвежьего рынка так что если вы посмотрите на некоторые эти циклы и вы видите здесь что первый раз цена прошла наверх за один год потом за один год опустилась потом за один год пошла наверх и два года опускалась потом два года шла наверх и два года опускалась возможно теперь предположить что с учетом логарифмической регрессии во времени мы можем подниматься 3 или даже 4 года не знаю мы просто здесь пытаемся нащупать с вами какое-то разумное понимание. Ну, и теперь, если мы с вами высчитаем разницу максимальных и минимальных значений, поделенную на минимальные и умноженные на 100, то мы получим с вами индекс волатильности биткоина, по сути, который, исходя из картинки, явно находится в даунтренде. Соответственно, годовая волатильность падает с каждым годом в макроперспективе. Соответственно, разброс цены в процентном соотношении биткоина все уменьшается. И если вы хотите примерно рассчитать, когда эта волатильность сведется к минимальным значениям, к значениям в 100%, то, исходя из вот этого коридора или канала, в котором мы находимся, это может произойти примерно в конце 2046-2047 года, когда годовая волатильность устремится к минимальным значениям. То есть, видите, мы в этом году уже достаточно на низкой волатильности, в районе 200%, и, видите, мы уже были в этом году на 5000, а сейчас больше 15, и, соответственно, у нас уже волатильность больше 200%. И если мы когда-нибудь поднимемся снова до вот этих значений, верхних значений коридора, то это будет очень впечатляюще. Но, конечно же, это тоже зависит от того, какой у нас будет минимум цены. Чем ниже минимум, тем больше мы можем сходить наверх по волатильности, и насколько впечатляющим, и насколько сильным будет следующее ралли наверх. Так что в макроперспективе мы можем ожидать с вами, что волатильность биткоина будет все уменьшаться, и в конце концов он станет стабильным активом. И примерно в 2046 году максимальная волатильность, которую мы сможем ожидать, это будет 100%. И даже в реальности она может быть еще ниже, где-то 10-20%. И к тому моменту я не думаю, что мы уже увидим цену биткоина, которая меняется на тысячи процентов, или даже на десятки тысяч процентов, потому что это будет уже не тот класс активов. И это будет хорошо. Это будет хорошая вещь для биткоина, потому что те, кто на ранней стадии адаптации имели дело с этой волатильностью и зашли до 2020 года, конечно же, еще исходя из того, где находится риск, и насколько мы в пузыре, но, возможно, поимеют хорошее преимущество с этого над теми, кто зайдет уже позже. Так что, ребята, если вам нравится контент, подпишитесь на Бенджамина, ссылка внизу. Вот, такой вот видос от Бенджамина. А от себя что я могу добавить? Ну да, смотрите, мы по биткоину вообще очень хорошо уже подходим к all-time high, при том, что у нас с вами рыночная капитализация уже переписывает all-time high. И, конечно, здесь многие скажут, что ну все, пора шортить, двойная вершина, перегретость, RSI, все дела. И в краткосроке, конечно, мы можем увидеть коррекции куда-то. Даже в самом дерьмовом случае мы можем упасть куда-нибудь на 11 тысяч или на 12, потрогать сетку на недельки и потом пойти наверх. И это вынесет очень многих марджин-трейдеров. Так что осторожней. Но в целом, ребята, помните, что мы вот здесь сейчас с вами, вот здесь, где даже не видно было движение цен, в глобальном движении по модели stock-to-flow, мы все еще находимся на лоях. Индикатор stock-to-flow, который предсказывает нам цену по ее модели, то вон у нас тут запас хода еще. Будьте здрасте. Но в алгоритмической регрессии это выглядит более удобоваримо. Вот, соотношение запаса к потоку. Да, и мы видим все эти институционалы сейчас прыгивают в FOMO, при этом ритейл FOMO еще не началось, домохозяйки все еще не покупают биткоин, запросов поисковых мало в гугле. Так что, ребята, торопитесь успеть. Вот эти 20k, это было очень перекупленное место. Как мы видим, и по stock-to-flow мы были выше. Но вот эти 20k, это уже дно, считай, потому что мы уже в районе stock-to-flow и пойдем куда-то гораздо-гораздо выше. Кто сомневается в этом? Ну, не знаю, вы имеете на это право. Напишите в комментариях, если вы готовы шортить. Сейчас только, пожалуйста, используйте риск-менеджмент, ставьте стопы, потому что, блин, опасно шортить растущий рынок. А я от себя могу сказать, что я зашел в крипторынок вот здесь и уже видел всю ту же самую ситуацию. Вот здесь, когда переписывали high, тоже никто не верил, все шортили. Здесь у нас было две очень большие коррекции, DMA ribbon по 30-40%, которые мы можем ожидать с вами и здесь тоже. Но в целом мы все время от нее отскакивали и перли наверх. Так же было и здесь, если вы посмотрите, в позапредыдущем цикле и здесь. Так что в целом мы все еще идем наверх. И с учетом того, насколько сейчас дикая инфляция фиатных валют, даже если, грубо говоря, на месте будем стоять, сохраняя свою ценность, что мы сейчас и делаем, мы уже будем расти в разы к доллару и тем более к другим валютам, как вы понимаете. Потому что сейчас пока это не биткоин вырос, это на самом деле доллар упал. Вот такая тема. Ну и пару слов про биткоин кэш-хардфорк. Он состоялся. Поздравляю всех, кто получил бесплатные монеты. Биткоин кэш, конечно, немного упал на этой новости. То есть, который теперь биткоин кэш-ноут. Вот он к битку вообще упал нормально, но к доллару так более-менее держится. Этого и следовало ожидать. Я, если честно, даже большей просадки по нему ждал, потому что хардфорк, все купили монеты, а теперь все их сливают. Спекулянты чисто, кто быстро зашел. И они как минимум ничего не должны заработать. Но я вам хочу сказать, что в долларе вот это несущественное падение, оно уже отыгралось тем, что Binance добавили новые монетки BCA. Правда, торгуются они пока только к BUSD и без маржи. Хотя странно, что их можно заливать на марджин аккаунт как обеспечение. И они уже подорожали в два раза почти с начала запуска. Даже больше, по-моему, долларов по 10 стоили чуть больше. И поднимались до 42. И вот сейчас какая-то непонятная формация рисуется, как на всех этих DeFi токенах. Не знаю, я держу монетки, посмотрю. Может быть, Сиза их реально запампит, чтобы загнать хомяков повыше. Там будут частями продавать. Вот как-то так. Напишите, что вы думаете про Bitcoin Cash, про все эти форки, про всю эту шнягу, про альткоины вообще, которые мы с вами уже давно ждем, когда они начнут отыгрываться. Но по-хорошему, по-хорошему, скоро они начнут реально отскакивать, потому что доминация битка тоже не может переть вечно. Вот она прет сейчас наверх. Увидит ли она тут сопротивление или попрет дальше. Но на самом деле даже при растущей доминации, все альты, которые ползают по дну, короче, у них есть потенциал расти и при этом сильно не менять общую капитализацию и доминацию. А так, в целом, да, капитализация биткоина обновляет исторический максимум. Вот как мы видим здесь с вами из графика на CoinCap, что цена биткоина еще не дошла до исторического максимума, а капитализация уже дошла и перегнала. Но при этом капитализация всего рынка еще даже близко не подобралась к историческому максимуму. Как, кстати, и капитализация эфира и альткоинов. Вот если мы посмотрим капитализацию альткоинов, и вроде как собираемся наверх. Так что разумно ожидать следующий альтсезон. Но когда это будет, ребята? Я думаю, что скоро. Напишите в комментариях, что думаете вы. Вот у нас с вами капитализация биткоина и альткоинов. Мы видим, что массивный пузырь альткоинов, конечно же, сдувается. Но при этом количество others, то есть другие, не эфир, не лайткоин, не вот эти все, оно на самом деле растет. Ну и вот мы видим, да, что альтпузырь, в принципе, был самый главный у нас 2017, 2018, 2019 год. И сейчас вроде как у него есть шансы на восстановление. Тем не менее, многие монеты наверняка будут скамиться, как было в период пузыря доткомов. И это может также сказаться на общей капитализации рынка и на доминации биткоина. И также не забудьте про закрепленные комментарии, про все наши любимые биржи. То есть сейчас, если мы увидим альт-отскок к биткоину, то потенциал к доллару у альтов тоже очень хороший. Если вы пропустили движение на битке, рассмотрите аккуратные трейды с эфиром, лайткоином и так далее. Вот у нас тут в описании видео и также в закрепленном комментарии есть три лучшие биржи для трейдинга. И на Байбит сейчас вот эти все дополнительные условия. Если вы зареганы по нашей ссылке и вводите в бонусном центре вот эти промо-коды, то вы получаете дополнительные плюшки, такие как скидки на комиссии и депозитные призы. Но я думаю, что вы это все уже знаете, потому что это со всех каналов сейчас жужжат. Биржа реально офигенная. Байбит недавно дали первое место в рейтинге, не помню в каком, как самые безопасные и лучшие юзер-френдли биржи. Ну и также еще биржи Femex и Dudex тоже обязательно на них зарегайтесь. Потом зальете депозиты, профит с Байбита выведите. Там тоже свои уникальные фишки. Я сейчас долго грузить не буду, но на Femex дофига торговых пар. И есть функция Bracket Order, про которую у меня отдельный обзор, который сейчас появится сверху. Обязательно посмотрите, очень полезная функция. И также третья биржа Dudex, там тоже депозит бонуса до 300 долларов на счет. И самая уникальная фишка, которую они предлагают, это помимо самых низких комиссий на вывод, то есть у них отсутствуют комиссии на вывод вообще, 10 тысяч сатоши майнером и 0,5 USDT, по-моему, майнером. Вот, то есть такого не найдете нигде. Также у них уникальное предложение в паре Chainlink USDT, нулевые комиссии. То есть абсолютно нулевые комиссии и по маркету, и по тейкеру, и по мейкеру Fee. Очень сильно экономят вам средства и нервы. Вот, пока у них всего три торговые пары, Bittok, ETH, ETH и LINK, но скоро они обещают добавить много торговых пар, всякие DeFi монеты. Короче, ознакомьтесь со всеми тремя биржами, ссылки в описании, в закрепе. Вот, не забудьте подписаться в Телегу. Поздравляем победительницу Алину, которая нашла клад 0.36 Dasha, инструкция про которую была в предыдущем видео. Скоро будем делать еще такие призы, также раздачи Даша в Телеграме. Все как обычно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Это был Фла-Ла-Ла, он же Гринни Джо, с вами на канале CryptoCommons. Всем профита, скоро увидимся. Йоу!